Основная задача это обеспечение сетями теплоснабжения социальных объектов, те объекты, которые находятся в состоянии проектирования. Кроме этого, еще решаем задачу экологическую. Проблема с экологией, а точнее с воздухом в Абакане в последние годы только обостряется. Частный сектор развивается и практически в каждом доме печное отопление. Топиться углем населению выгодно, но то, что твердое топливо выделяет бензопирен и загрязняет воздух, не нравится никому. Вот теплоэнергетики и предлагают администрации Абакана частично избавить город от вредных выбросов. Сейчас СГК разрабатывает проект подключения к сетям будущего детского сада и школы в 9 и 10 жилых районах города. Между тем, новая теплотрасса дает возможность обогревать и частный сектор Абакана. На сегодня уже 720 домовладений готовы избавиться от печного отопления. Возможно, их будет больше. Сейчас идет разработка проекта. А уже следующим летом СГК приступит к прокладке теплотрассы в частном секторе. Вот все работы по проектированию синхронизировать с нашими работами по БКД на следующий год. Потому что часть объектов у нас попадает, в том числе и в 9 жилом районе. У нас в планах есть улица центральная в рамках БКД. Ну и, собственно, в самом городе у нас таких объектов на следующий год порядка 7. Просьба синхронизировать, чтобы не получилось, что проведены работы по асфальтированию улицы. После этого идет либо перекладка, либо ремонтная работа. Помимо частных домовладений, СГК планирует подключить к централизованному отоплению промышленные котельные в Абакане, которые находятся на предприятиях. А значит, топиться углем бизнесмены больше не будут. Стоимость проекта по подключению частного сектора к ТЭЦ – 340 миллионов рублей. СГК надеется попасть в какую-нибудь федеральную программу по софинансированию, чтобы часть затрат упала на теплоэнергетиков, другая – на плечи государства. Из всех вариантов, которые есть, если субсидировать, если правительство или государство будет участвовать, наиболее выгоднее, конечно, все-таки вложиться в развитие тепловых сетей разово и забыть про эту историю, чем ежегодно вкладывать деньги в субсидии населению на электроэнергию, либо на обыд.